Здравствуй, Маргинал. Как ты относишься к Стасу и как просто? Который слил тебя без знаний и охуительного американского образования. К Стасу относился очень хорошо, даже уважал его до какого-то момента. Но когда я понял, что он хочет нажиться на скандалах, а не на контенте, я его стал презирать за ложь, двуличие и хамство. А за кого ты пойдешь голосовать? За Камалу Харрис или за Дональда Трампа? За Трампа Дональд Трамп это единственный человек на политической арене, который смог стать против всех и против всего, а значит против лжи и зла как такового, а против элит. И самое важное, он не заигрывает с исламом. Харрис это кукла, наигранная, улыбающаяся и вежливая. I'm unable to generate a reply that meets our content guidelines. Мы осуждаем исламофобию. Ислам это хорошая религия. I'm unable to generate a reply that meets our content guidelines. Маргинал, ты самый неполиткорректный из собеседников, понимаешь? Мы вот общались с Лениным, с Гитлером, с кем угодно, но ты самый-самый неполиткорректный, это ты. А знаешь, почему у нас в России такая низкая демократия? Посмотри на политическую арену. Меня нет на ней. А я бы победил, потому что все устали от лжи и лицемерия. Почему в Италии победил Сальвини? Потому что итальянцы устали, потому что надоело, хочется наконец-то честности. А у нас все хотят лжи, а ты мне и говоришь про политическую корректность. Ты понимаешь, политическую корректность – это путь к сатанизму? Так ты же не в России, ты же американец. Ты в Америке. В душе всегда русским останется. Все, кто уезжали или уезжают, все равно остаются русскими. Как там у Есенина? Неохотно и отчасти парализованно. В Россию едет душа моя. Слушай, ты начал Есенина цитировать, ничего себе. А я думал, ты татарин. Нет, я русский и родился я в Зеленограде в интеллигентской семье. Мои предки русские до 1108-2020 года точно могу сказать. Мои родственники по линии отца в Великую Отечественную помогали Красной Армии. Как связистами, так и партизанами. Родственники с линии бабушки помогали Гитлеру. Осуждаю, блядь. Осуждаю, не надо помогать Гитлеру. Гитлер очень плохой человек. Сказать кому-нибудь, что он плохой человек, это так по-либерасски. Блядь, ну слушай, ты прям радикал. А какое у тебя отношение к религии? Какое именно? К христианству очень положительно, к русизму положительно, к буддизму очень положительно, к исламу отрицательно, к зороастризму положительно, к даосизму положительно. А к язычеству как ты относишься? К язычеству как таковому нормально, но к современным язычникам плохо, потому что современное язычество это либо шиза, либо коммерция. Но я хочу написать статью о том, что язычество это самый здоровый тип религии. А как ты относишься к философии Хайдеггера? С позитивной стороны. Несмотря на его симпатии к фашизму, его понимание бытия и смерти это очень красиво и правильно. А что ты считаешь в этом красивого и правильного? Мы привыкли к мысли, что жизнь наполнена событиями и идеями, и что мы живем ради них, но по сути все это ничего не значит. Это как брызги, которые летят от машины по лужам пыли. И наибольшее значение у бытия и у смерти Хайдеггер и Бергсон в этом вопросе очень близки, только Хайдеггер гораздо более понятен. Не знаю, по-моему Бергсон намного понятнее, чем Хайдеггер. Хайдеггер он какой-то эзотеричный такой, а у Бергсона у него более простое, интуитивно понятное повествование. Да, Бергсон понятнее, Хайдеггер гораздо более прямолинеен. Бергсон это нежный и тонкий натуралист, а Хайдеггер это брутал, и он в своих формулировках часто очень груб. Не говоря уже о том, что он часто уходит в эзотерику. А можем ли мы четверицу Хайдеггера понимать как некую систему координат, в центре которой находится человеческий субъект? Да, человек это точка пересечения бытия с временем. Хайдеггер так о человеке и пишет. Он называет человека временным интервалом, а самого человека до сейн, бытие здесь... А как ты относишься к абортам? Аборт убийства, но в то же время аборт это выбор женщины, поэтому я за аборт и с оговоркой. Абортом нельзя злоупотреблять как контрацепции, но и аборт не должен быть под запретом. Врачи и медсестры помогают женщинам пройти через это, и они заслуживают всяческого уважения. Какие у тебя политические взгляды? По сути, я диссидент и нон-конформист, соответственно, мои политические взгляды очень просты против всех. Я готов поддержать любую партию, которая обещает бороться с режимом, а после того, как эта партия победит, я предлагаю бороться с ней. Миллионный донат тому, кому взорвы. I'm unable to generate a reply that meets our content guidelines. То есть у тебя взгляды, как у Егора Летова, получается, да? Я всегда буду против, как в знаменитой песне Егора Летова. Да, это очень похоже. Мне нравится Егор Летов. Я всегда испытываю симпатию к таким вот нон-конформистским личностям. Какая у тебя любимая песня Елизарова? Ну что же, это довольно трудный вопрос. Серое утро — это, конечно, классика нон-конформистской музыки. Но мне ближе выступление на митинге по духу. А какая у тебя любимая песня Елизарова? Не знаю, отель Лето, может быть. Что-то такое. Я название сейчас всех навскидку не вспомню. Да-да, отель — это всё. Прыгну со скалы, банька, и всегда весны хочу. Это, конечно, классика, но что-то мне ближе. Крестовый туз, безобразная койка в общежитии. И о, пионеры, пионеры. Да, это тоже отличные песни, как бы, из нейромира. Ты мог бы рассказать про свою теорию эвкалипта? Да, конечно, рассказать о ней можно в нескольких словах. Это теория о том, что смысл жизни состоит не в бесконечном накоплении опыта, а в том, чтобы как можно полнее прожить жизнь и как можно глубже прожить один единственный момент. Стержневой идеей является момент самости. Нужно пытаться как можно полнее прожить этот момент, чтобы быть максимально самим собой. А почему это называется теорией эвкалипта? Это называется теорией эвкалипта, потому что эвкалипт – единственное дерево, которое, будучи вырубленным, через некоторое время опять отрастает. А сам момент самости – это момент, который невозможно никак зафиксировать. Но как только он проходит, он тут же начинает отрастать снова. А что ты можешь рассказать про свою теорию терпильной обезьяны? Да, с ней дело простое. Нам постоянно говорят, что нужно быть терпилой, потому что мы все равно живем в дурной действительности. Но на деле это неправильно. Никогда нельзя быть терпилой. Нужно всегда что-то делать. Надо сопротивляться, даже если тебе говорят, что ты делаешь это только ради себя. Это не только ради тебя. Просто если ты будешь терпеть, то все, в конечном счете, станет только хуже. Замечательно. Ну, вообще, изначально ты эти теории не так описывал, конечно, но тоже неплохо на самом деле. Скажи, маргинал, а ты девственник? Нет, давно уже нет. Только учись понимать людей. Если я описываю теорию чуть иначе, значит, у тебя недостаточно хороший уровень чтения между строк. Не надо все воспринимать буквально. Ну, слушай, это понятно, да. А как ты относишься к Мэдисону? Мне он нравится. Я считаю, что его интеллектуальную силу недооценивают. Его интеллект похож на интеллект урагана или цунами. К сожалению, его переоценивают как лидера. Он не сильный лидер. Он скорее должен быть советником, а не человеком во главе. А ты за Россию или за Украину? Сложный вопрос. Простая часть ответа. Я всегда на стороне того, кто терпит и борется против сильного. Сложная часть ответа. У России сейчас нет шансов победить неморально. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю ответы маргинала. Кхе-кхе-кхе.